МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саммит большой двадцатки в Китае. Смогут ли мировые лидеры договориться и прийти к гармонии в одном из красивейших мест Поднебесной? Как одна чайная церемония может спасти мир? И с помощью чего местные жители обезоруживают иностранцев? В Китае нас везде встречают очень приветливые люди. Даже здесь, в автобусе, нам просто так пассажирка одна, простая девушка подарила какие-то китайские пирожки. Без доказательств и без состраданий. Как международные чиновники одним маком отстранили от игр всю паралимпийскую сборную России? Что говорят они на закрытых заседаниях? И о чем на самом деле доклад Макларена? Все детали скандального документа и подробности одного дня, проведенного с сегодняшними и будущими паралимпийцами. 1991-й гибель империи. Кто арестовывал, допрашивал и судил путчистов? Какие обвинения предъявили фигурантам уголовного дела ГКЧП? Зачем Пуга, Хромеев и Кручина свели счеты жизнью? Как искали золото партия и делили собственность КПСС? Почему те, кто хотел сохранить империю, только ускорили ее распад? Вместе со свидетелями и участниками тех событий мы продолжаем документальный исторический цикл о гибели Советского Союза. В китайском Ханчжоу начал работу саммит Большой Двадцатки. На сегодня именно формат Двадцатки остается главной площадкой для встреч и обмена мнениями лидеров ведущих стран мира. Это очень мобильная форма, которой уступает даже Генассамблея ООН, где живая дискуссия давно тонет в регламентах. К тому же, в отличие от формата, например, Большой Семерки, где все по пальцам посчитаны, вот Россию вычеркнули и теперь всемиром смотрят друг на друга, Двадцатка всегда, наоборот, раздвигает границы. Вот и сейчас в Китай приехали не только лидеры 20 стран, но и главы ООН, МВФ, ВТО, специально приглашенные гости со всех концов мира. Конечно, внутри Двадцатки тоже идет ротация. Так, этот саммит будет последним для президента Обамы и первым для нового британского премьера Терезы Мэй. А вот делегация Евросоюза приехала явно с потрепанными политическими нервами. Для нее это тоже первый большой такой публичный выход после скандального развода с Великобританией. Сейчас мы обязательно погрузимся в атмосферу Ханчжоу, но я отмечу важную деталь. История ежегодных саммитов в двадцатке – это история отношений стран и политиков. Вспомните, какими разными были саммиты последних лет. В 2013 год саммит в Петербурге идет на фоне беспрецедентного давления США на Сирию из-за химического оружия. Следующий – в австралийском Брисбене, трудный 2014 год, уже позади переворот на Украине. На Донбассе идет война. Крым уже выбрал Россию, а нас пытаются наказать санкциями. Помните, какой отвратительный был саммит? Сколько было высокомерия и желание оскорбить Россию. Саммит в Анталии в прошлом году тоже был очень трудным. За сутки до начала его работы произошел теракт в Париже. Президент Аллант отменил свой приезд в Турцию, а главными темами саммита стали конфликт на Ближнем Востоке и угроза международного терроризма. И вот на фоне таких непростых встреч последних лет, вот нынешняя в Ханчжоу, похоже, возвращает сам формат к нормальным отношениям и разговорам по существу. Площадка 20-ки создана в первую очередь для обсуждения вопросов мировой экономики. И в этом, конечно, заслуга принимающей стороны. Она создает повестку, она задает тон и определяет ведущих партнеров. А Россия, в первую очередь ее президент, еще месяц назад были объявлены руководством Китая главным гостем нынешнего саммита. Но нам важна не только общая повестка. У президента России на эти два дня запланировано несколько очень важных двусторонних встреч. В Ханчжоу уже середина дня саммит начал свою работу. И все самые яркие подробности мы узнаем прямо сейчас. На прямой связи из Ханчжоу наш специальный корреспондент Константин Рожков. Константин, добрый день. Как начался этот день? Приветствую, Ника. Действительно, саммит Большой двадцатки в Китае уже стартовал, но не для всех он стартовал гладко. Американская делегация оказалась в центре скандала, который разгорелся сразу же после прилета сюда в Ханчжоу американского президента Барака Обамы. Причем конфликт возник между людьми из его окружения и китайской службы протокола. Что они там не поделили, я обязательно расскажу чуть позже. А пока о событиях с участием нашей российской делегации. Дело в том, что здесь у Владимира Путина действительно очень насыщенная программа. Много двусторонних встреч. Вот одна из них завершилась совсем недавно. Владимир Путин встретился с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. И это была их первая личная встреча. Поэтому, наверное, от того, как именно здесь, в Китае, у них завяжется контакт, во многом будет зависеть и то, как сложатся российско-британские отношения, которые, надо сказать, сейчас призывают, конечно, не лучшие времена. Мне очень приятно встретиться с вами, познакомиться лично. Вы правильно сказали, что сейчас в мире очень много вызовов. И хотя я понимаю, что есть определенный ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, в сложных вопросах, непростых, которые мы можем обсудить. Но я надеюсь, у нас есть возможность также продолжать диалог. Российский президент принял участие в заседании Совета стран БРИКС, куда, напомню, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Символично, что главы государства на церемонии совместного фотографирования не просто стояли, а взялись за руки. Вообще, эта пятерка последовательно отстаивает идею о необходимости широкого переформатирования всей мировой финансовой системы в пользу развивающихся стран. Именно об этом в том числе шла речь за закрытыми дверями. После Владимир Путин еще раз, но уже отдельно встретился с хозяином нынешнего форума, председателем КНРа Син Цзиньпином. Встречи двух лидеров постоянно проходят в такой подчеркнутой дружественной атмосфере. И нынешняя в этом смысле не стала исключением. Оба лидера отметили, что отношения между странами сейчас на подъеме. Запущено большое количество совместных проектов в области экономики. Ну а в конце Владимир Путин даже рассказал о подарке, который он взял с собой из России специально для своего китайского коллеги. Предприниматели китайские сказали, что вас очень любят мороженое. Я обещал вам привезти, вот я уже сказал вам, в подарок вам привез целую коробку мороженого. Да, да. Российского. А вообще, все эти. Ну а накануне сразу по прилету Владимир Путин также успел еще и встретиться с Раджепом Эрдоганом. Это была уже вторая встреча лидеров после того, как отношения между странами стали приходить в норму. Турецкий президент поблагодарил за отмену ограничения, за отмену запрета на чартерные перелеты из России в Турцию и выразил надежду на скорое возобновление турпотока. По словам Владимира Путина, вопрос о снятии других ограничений, которые Россия наложила на Турцию после известного инцидента с нашим сбитым бомбардировщиком в Сирии, также будет обсуждаться в ходе сегодняшней встречи. Ну и вот, наверное, важно отметить, что в конце оба лидера даже посмеялись, что еще недавно было просто невозможно представить. Вместе со мной и вице-премьер, отвечающий за экономические вопросы, и министр иностранных дел, и министр экономики, и министр энергетики, и глава разведслужбы нашей страны, и еще некоторые коллеги. Ну если глава разведслужбы эстерда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил. Но, как я уже говорил, не обошлось на саммите и без скандала, и в центре этого скандала оказалась делегация Соединенных Штатов. Все происходило, все, точнее, началось в аэропорту. Есть даже видео, снятое с телефона, на котором офицер китайской службы безопасности очень эмоционально объясняется сотруднице пресс-службы президента, и даже четко слышно фраза, которую он произносит на английском, цитата, «Это наша страна, это наш аэропорт». Как позже выяснилось, спор возник из-за того, где разместить американские журналисты, в котором необходимо было встретить прилет американского президента. Вот пресс-служба выставила телекамеры по своему усмотрению, что очень не понравилось китайской службе протокола, где посчитали, что гости ведут себя слишком по-хозяйски. Но надо сказать, что мы и сами здесь за вот эти несколько дней, что здесь работали, успели столкнуться с такими очень серьезными, строгими мерами безопасности, с очень такой жесткой организацией, но сам персонал, китайцы всегда ведут себя дружелюбно, подчеркнуто вежливо, и чтобы вывести их из себя, это, конечно же, нужно постараться. Ну и прямо сейчас я предлагаю еще посмотреть материал, который мы подготовили здесь, в Ханчжоу. Все, что не касается официальной повестки, все, что происходило до начала форума, как к нему готовились, вот об этом, смотрите в нашем репортаже. Большая двадцатка еще даже не успела собраться, а уже решила все экономические проблемы одной отдельно взятой улицы. Из-за массового наплыва иностранцев, местные торговцы столкнулись с удвоенным спросом на сувениры и весьма своеобразную местную кухню. Это, как сказать-то, ну вот такое. Рыба, что ли? Да нет, как ему сказать, что курица? О том, что в городе проходит международный слет лидеров 20 государств, здесь говорит и ассортимент на прилавках, и усиленные меры безопасности. В камуфляже бойцы китайского особого подразделения полиции, вроде нашего ОМОНа, ходят без спецсредств, зато знают приемы борьбы кунг-фу. На вид очень экзотично, но на вкус, как и много еда в Китае, очень острая. На самом деле, саммит Большой Двассатки внес коррективы в уклад даже этой исторической традиционной улицы. Если прикольется, то у многих торговцев на руках красные повязки. Это означает, что теперь они сотрудничают с полицией. Смесь дружинников из нашего советского прошлого и волонтеров могут и дорогу подсказать, и, если надо, в компетентные органы доложат. Разумеется, на общественных началах. Нет, ничего не было, пока никаких проблем. Все спокойно. Да, все в порядке, все замечательно. Получается, что ты все время у кого-то на виду, у полицейского, дружинника и даже у внимательных китайских бабушек с дедушками. Вот видите, тут окно открыто. Слушай, надо сказать им, чтобы закрыли балкон. На время саммита из пенсионеров вообще создали особые добровольческие дружины. В Китае, видим, как и в России, мимо старушки у подъезда ни одна мышь незамеченной не проскочит. Именно пожилых людей обязались следить, чтобы в домах все время были закрыты окна. И не только рядом с местом проведения саммита, а во всем этом мегаполисе. Если честно, мы не знаем, почему нельзя оставлять окна открытыми. Но нам сказали, что это запрещено. И вот мы ходим, смотрим. В организации саммита вообще многое покажется необычным. И если к тому, что ради свежего воздуха в Китае на неделю закрывают целые промышленные районы, все уже привыкли, так было и на Пекинской Олимпиаде во время недавнего саммита АТЭС, то временное переселение целого города – это уже нечто новое. В это трудно поверить, но в дни саммита 9-ти миллионный мегаполис как будто бы вымер. На улице практически нет людей и совсем мало машин. Вот мы находимся на проезжей части, она не закрыта. И тем не менее, куда бы мы ни взглянули, движения, ну, практически нет. Власти Китая объявили в Ханчжоу внеплановые каникулы на целую неделю. При этом уезжать из города ты вроде бы не обязан, но деваться все равно некуда. Закрыты большинство магазинов, ресторанов, банков, парикмахерских. Местные таксисты ездят по знакомым вроде бы улицам, но никак не могут их узнать. Я живу в Ханчжоу уже много лет, но до сих пор не видел ничего подобного. Люди говорят, что сейчас вечером даже не надо закрывать двери, потому что бандитов просто нет. Видимо, криминальные элементы тоже решили уйти в отпуск. Кстати, с пробками на дорогах разобрались довольно быстро. Ввели ограничения по автомобильным номерам. По понедельникам за роль могли сесть только те, у кого последняя цифра 1, во вторник 2 и так далее. В итоге местные жители не стали разбираться, плюнули и массово пересели на общественный транспорт. И все же нельзя сказать, что покидают город добровольно принудительно. Все-таки за последние годы в Китае научились добиваться желаемого и капиталистическими способами. Для жителей Ханчжоу сделали бесплатный вход во все музеи и парки развлечения. Но только в те, которые находятся в соседних провинциях. Например, мы с семьей поедем туда завтра. Беспрецедентные меры безопасности, жесткие ограничения на дорогах, внеплановые каникулы, закрытые фабрики. Все эти меры кому-то, может быть, и кажутся излишними, но уж точно не правительству Китая, которое хочет показать нынешний саммит G20 на фоне глобальных мировых угроз. Это очень серьезно. Чтобы наши интересы совместны были и в мире, и в России, и в Китае, даже в Западе, чтобы мир был, не спор. Все не хотят, как это, война, чтобы не были. Плохой мир лучше, чем война. И поэтому... Худой мир лучше доброй ссоры. Да, 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 правильно. И китайские эксперты в общении с нами, и официальные лица с трибун в Китае все в один голос твердят, что нынешняя встреча, ни много ни мало, исторический шанс. Дескать, в мире стало слишком много войн и конфликтов. И где же еще искать компромиссы, как не на встрече лидеров 20 ведущих мировых держав? Наверное, лучшего места для примирительных разговоров и правда не найти. И может поэтому встречу решили провести не в Пекине, где была Олимпиада, или в Шанхае, где тоже часто проходят международные форумы, а именно здесь, в одной из самых живописных провинций Китая. Мы находимся на чайной плантации. Здесь выращивают чай Лунзин. Это самый известный чай из нашей провинции. Эти края славятся не только богатыми чайными плантациями, но и тысячелетней традицией чайных церемоний, которые в том числе смогут увидеть и мировые лидеры. Все движения очень плавные и медленные. Это потому что в Китае принято растягивать чайную церемонию и наслаждаться им. Бывает, что может пройти не меньше часа, прежде чем удастся сделать первый глоток. Иначе вкус чая не раскроется. Если бы все мировые лидеры сели за стол и выпили чай по всем китайским правилам, в их душах непременно возникла бы гармония и покой. Поверьте, конфликтов между ними точно стало бы гораздо меньше. Возможно, именно этого в последнее время и недоставало отношения между странами сдержанности и терпением. И вот, наконец, самые влиятельные люди планеты собрались в одном месте, где для них созданы все условия и где ничто не должно отвлекать от главного – переговоров. Хитрая китайская церемония началась. Осталось дождаться, когда заварится крепкая дружба. Константин Рожков, Дмитрий Лагвиненко, Александра Луисникова, Любовь Киченко, 5 канал, Ханчжоу, Китай. И вернемся еще к встречам президента на полях саммита «Двадцатки», о которых уже сказал мой коллега Константин Рожков, о встрече с Терезой Мэй. Интересно, что за несколько дней до начала саммита британские СМИ вышли с такими ироничными заголовками, в адрес своего нового премьера. Пока Терезой Мэй, писали они, только раздумывает, каким тоном ей говорить с Путиным в Китае и оставит ли холод в отношениях с Россией, ее обскакали мальчики из Итана. О том, что один из старшеклассников, престижнейшей британской школы Итан, были приняты в Кремле лично русским президентом, написал не только популярный таблоид «Сан», но и вполне консервативный «Телеграф Таймс и Гардиан». Почему они не знали, чему удивляться больше? Тому, что ребят пригласили в Кремль, и они больше часа беседовали с самим Путиным? Или тому, что об этом визите никто не знал? Действительно, эта встреча была чуть больше недели назад. Встреча частная. И если бы молодые люди сами не начали вывешивать фото в соцсетях, она бы вовсе не получила никакой огласки. А знает ли школа, чем занимаются ученики Итана? Иронично спрашивают британские журналисты. Действительно, чтобы встретиться с президентом России, а потом вот так на радостях сфотографироваться на белых коврах Кремля, молодые люди проделали огромную работу. Я напомню, что Итан традиционно считается кузницей политической элиты Британии. Итан закончили 19 премьер-министров страны. Здесь учились Кэмерон, Тони Блэр, Борис Джонсон, оба принца и Гарри Уилли. «Это самая частная из всех частных школ в мире», сказала однажды тоже выпускник Итана, известный британский актер Хью Лори, известный многим как доктор Хаус. Но ребята мечтали встретиться с Путиным и помочь. Они попросили епископа Тихона Шевкунова, с которым познакомились во время его лекции в Англии. Как пишет Times, они готовились к встрече почти год в обстановке полной секретности, а сам их визит был, цитирую, направлен на разрядку отношений Запада с российским лидером. Впрочем, подробности беседы не раскрываются, но сам факт такого интереса к России у этого поколения англичан, конечно, показательный. Ну, а вот мнение очевидца этой встречи, помощника Владыки Тихона Николая Крутого. Вы знаете, вот здесь никаких оценок с их стороны не было, собственно говоря, так как визит был частный, он скорее проходил в такой непринужденной обстановке. Безусловно, говорили о политике, но большей частью ребятам была интересна сама социальная составляющая российской жизни. Ну, во всяком случае, это точно своеобразная инвестиция в отношения между Россией и Великобританией. А уж что касается отношений Великобритании и России, ну, тут надо смотреть, потому что, насколько мы знаем, реакция в английском медиапространстве, она весьма разнообразна и, честно говоря, вызывает у нас удивление. Впрочем, после выхода этих статей все ребята удалили свои аккаунты и фото. Почему? Ну, может быть, вспомнили, что визит все-таки был частным. А как гласит старая поговорка, не всякий джентльмен – выпускник Итана, но каждый выпускник Итана – джентльмен. В пятницу вечером информационное агентство Узбекистана официально объявили о смерти президента страны Ислама Каримова. О том, что президент тяжело болен, было известно уже неделю назад. А скупые сообщения о том, что у него инсульт, кома и критическое состояние делали развитие событий необратимым. В стране объявлен трехдневный траур. Вчера первый президент Узбекистана был похоронен на родине Самарканде. Уже за сутки до церемонии аэропорты Ташкента и Самарканда были закрыты. Почтить память президента Узбекистана прибыли делегации многих стран, и в первую очередь ближайшие соседи, с которыми были разные иногда очень непростые отношения президента Таджикистана, Афганистана, Туркменистана. На церемонию прощения приехали премьерные министры Грузии, Казахстана, Белоруссии, Китая. Россию представлял Дмитрий Медведев. Путин, конечно, не мог отменить свою программу в рамках «двадцатки», и все это прекрасно понимают. Что будет со страной после ухода ее 78-летнего лидера? Сегодня обсуждают многие эксперты и все мировые СМИ. Узбекистан – самая большая по численности населения страна Центральной Азии. Financial Times напоминает, что несмотря на то, что Узбекистан стабильно входит в пятерку мировых экспортеров хлопка и в топ-10 производителей золота и урана, у него очень давние проблемы в экономике. Есть и нерешенные внутренние политические проблемы. Каримов строил светское государство, но сегодня велико беспокойство по поводу возможного всплеска исламского экстремизма. А любые политические встряски могут быть опасны для ближних и дальних соседей. Ислам Каримов был старейшим из руководителей бывших союзных республик, бессменным и единственным президентом Узбекистана за всю новейшую историю этой страны. И вот теперь она впервые со времени Горбачевской перестройки переживает смену лидера. Но это уже разговор о том, каким Узбекистан будет завтра. Вчера здесь отдали последние почести человеку, который прожил длинную жизнь и с уходом которого закончилась важная глава в жизни этой страны. Слово нашему политическому обозревателю Виталию Воронину. Один из последних руководителей еще советской закалки. Компартию Узбекистана Ислам Каримов возглавил в 89-м году. Причем, можно сказать, случайно. Всю политическую верхушку республики зачистили по громкому хлопковому делу. На Каримова, министра финансов и председателя местного госплана компромата не нашлось. Его и выбрали первым секретарем. Когда случился независимый Узбекистан, он по-узбекски говорил, не очень хорошо. Я присутствовал на некоторых сообщениях, где он пытался, говорит, но потом изучил, обучил, а что делать? Он мне рассказывал, что, например, у него желтая медаль была в русской школе, и он Евгения Онегина знал наизусть. Доучивать Узбекский пришлось в спешном порядке. Республику терзали межэтнические конфликты. Запылала густонаселенная Ферганская долина. Начались погромы. Активизировались проповедники радикального ислама. Это уникальные кадры выступления Каримова в городе Намангани. Прислушайтесь к толпе. Это, между прочим, происходит 26 лет назад. В этом первом вам поклоненном са, в обеде, где-то, в Узбеке. А теперь современные кадры. И это уже Сирия. Бойцы узбекского батальона ИГИЛ сжигают свои паспорта, отправляясь на джихад. Они называют свое подразделение имам Бухари Джамаат. И это не единственная группировка, вставшая под черные знамена исламского государства. По некоторым данным, до 2000 узбеков сейчас воюют в Сирии, преимущественно в районе Алеппо. ИГИЛ пытается построить исламское государство на Ближнем Востоке, но мало кто знает, что первой целью пан-исламистов была Центральная Азия и ее жемчужина – Узбекистан. Война идет только потому, что в дела Афганистана, в продолжении этой войны вмешиваются некоторые государства, которые находятся не только рядом, по соседству с Афганистаном, но и далеко за его пределами. Это тоже уникальное видео. Четыре президента – Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана – обсуждают, как спасти регион. Поводом для единения, а у соседей на тот момент была масса территориальных претензий друг к другу, стала реальная угроза вооруженного вторжения из Афганистана. К тому времени Афганистан оказался во власти радикального исламского движения «Талибан». Под его защитой пригрелись множество других группировок. Для них горный и пустынный Афганистан был лишь плацдармом. Для дальнейшего распространения ваххабизма в Центральную Азию, далее на Кавказ и Ближний Восток. Самый короткий путь – через Узбекистан с его роскошными плодородными долинами. Мост Дружбы, по которому советские войска отправлялись воевать за речку, а потом возвращались обратно – тот самый путь. Есть и второй маршрут, более сложный, а потому трудноконтролируемый через перевалы Таджикистана. В 99-м и 2000-м годах несколько сотен боевиков попытались прорваться на территорию Узбекистана. И были случаи попыток прорыва отрядов боевиков через территорию Таджикистана и Киргизии, но их конечной целью был Узбекистан и создание на его территории исламского государства. Перед этим в республике прогремела серия терактов, в том числе в Ташкенте. Это было покушение на Каримова, говорят, за атакой стоял сам Усама бен Ладен, тогда еще малоизвестный террорист. Одним из его союзников была организация «Исламское движение Узбекистана», запрещенное в России. Узбекские исламисты и пошли на прорыв в августе 99-го. Там подготовка проходится, да? Там, да, на верху, где-то, точное место, я не знаю, как оно называется. В Таджикистане, да? Да, в Таджикистане. Их остановили на территории Киргизии. Три месяца шли полноценные горные бои. Россия оказала военно-техническую помощь. Хотя и самой хватало проблем, в те же дни, в августе 99-го, другая группировка фундаменталистов под предводительством Басаева и Хаттаба напала на Дагестан. Странное совпадение. Тогда, в 99-м, обе атаки были отбиты и в России, и в Узбекистане. Попытка строительства исламского государства в Азии на Кавказе провалилась. Но идея осталась и воплотилась спустя 10 лет на обломках Ирака и Сирии. Равно как остались планы на Кавказ и плодородные долины Узбекистана. Если будет нестабильно в Узбекистане, это очень важно, мы должны четко понимать, то тогда вот этот маршрут снова может быть выбран в качестве возможной дестабилизации Узбекистана и вхождения вооруженных формирований непосредственно. Каримову пришлось отбиваться еще раз. В 2005 году в городе Андижани произошла попытка госпереворота. Организовали бунт сторонники другой исламистской организации – Хизбут-Тахрир, также запрещенной во многих странах, в том числе в России. Беспорядки жестко подавили, погибли десятки человек, в том числе мирные жители. Но больше исламистов в стране головы не поднимали. Сам Каримов был уверен, что бунт подготовлен. По просторам СНГ как раз проходилась волна цветных революций – Грузия, Киргизия, Украина. На этот раз сценаристы и режиссеры всего этого использовали те религиозные, экстремистские, радикальные силы, которые когда-то, в общем-то, этими же режиссерами и сценаристами назывались как террористы. Можно по-разному относиться к Каримову, но, что признают даже его оппоненты, он остановил распространение радикального ислама. Узбекистан остался светским государством, где по улицам ходят женщины в легких платьях, а не хиджабах. А медресе – скорее памятники культуры и образовательные центры традиционного ислама. Вопрос какой ценой? Узбекская армия – самая мощная и боеспособная в Центральной Азии. У спецслужб наследников КГБ своя маленькая армия и, кажется, неограниченные полномочия. Узбекистан сегодня превратился в абсолютно вытоптанное поле. Там нет оппозиции, там нет гражданского общества, там нет независимых СМИ, там нет инакомыслящих, они все осуждены или уехали. Жесткий к чужим он был требовательным и к своей семье. Так долгое время чуть ли не наследницей престола называли его старшую дочь. Гульнара Каримова – настоящая восточная принцесса, карьера дипломата, жизнь в Европе, муж иностранец, даже на эстраде блистала. Но спецслужбы собрали досье о миллионных взятках, о разгульном по исламским меркам образе жизни и политических амбициях. И Каримов, вопреки ожиданиям, не стал защищать дочь. Ее бизнес закрыли, она исчезла из общественной жизни, как будто и не было. Никто не видел ее и на похоронах отца. Рядом с вдовой Татьяной Каримовой в субботу стояла лишь младшая дочь президента Лола. Обида в семье на Гульнару сохранилась до последнего. Она очень сильно расстроила своего отца. И в конце концов ее алчность, ее жадность привела к решению суда, по которому она была осуждена на пять лет домашнего ареста. Во внешней политике Ислам Каримов показал себя типичным восточным правителем. Так в 90-е поддерживал Россию. При этом в школьных учебниках писали про варварское завоевание Туркестана в 19 веке. Так, например, в учебнике для 9 класса несколько лет назад красовалась цитата, которому, что помните, там было написано, они враги нам, а мы враги им. Имелось в виду русский. В нулевые Узбекистан стал дружить с Америкой, предоставил аэродромы для операции в Афганистане. Была общая цель – борьба с радикалами в Афганистане. Но с приходом американцев наркотрафик оттуда вырос в десятки раз. А самая удобная дорога из Афганистана в Европу – через долины Узбекистана. В стране жесткие законы. До 20 лет дают за торговлю наркотиками, 5 лет за хранение, но удается поймать лишь 5% транзита. Хоть и это – тонны. С американцами Каримов рассорился в 2005-м, когда Вашингтон начал критиковать за жесткие действия в Андижане. Лишил США баз. Но вот ведь удивительная вещь. И диктатор он для Белого дома. И выгнал из страны. А делегации из Вашингтона одна за другой летят в Ташкент. Потому что Узбекистан – это сердце Центральной Азии, перекресток важнейших торговых путей. Опять же, конкуренция с Китаем для Вашингтона. Тот вовсю возрождает свой великий шелковый путь. Сегодня мы надеемся добиться дальнейших успехов посредством нового регионального подхода. Он основан на следующих инициативах – борьба с терроризмом, торговле и инвестиции, экономическое развитие и чистая энергия. Каримов всю свою карьеру старался лавировать между Москвой и Вашингтоном, при этом категорически отказываясь вступать в какие-то обязывающие союзы и объединения. Так, например, в ОДКБ – военный блок во главе с Москвой, который обеспечивает безопасность СНГ – Узбекистан дважды входил и дважды выходил. Он не Путину оппонирует. Он оппонирует своим старым комплексом и фобием – союзному центру, русскому царю. И вдруг три года назад Ташкент сделал очередной резкий разворот. Вошел в зону свободной торговли СНГ. То есть открыл свои рынки, в том числе и для российских товаров. Заявил об интересе к интеграции с Евразийским союзом. Москва пошла навстречу. В 2014-м простила Ташкенту долгов почти на миллиард долларов. Получила в разгар санкций поддержку по Крыму и увеличение поставок фруктов. Осторожный Ташкент пошел на сближение с Москвой в том числе из-за того, что США ушли из Афганистана и перед Узбекистаном снова замаячила исламская угроза. Четверть века, которым больше, чем он правил, в Узбекистаном, он пришел к выводу, что, наверное, по большому счету опираться на чью-либо поддержку в критические времена, кризисные времена, кроме как на Россию, несмотря на то, что он, в общем, очень к ней относился специфически, да, больше не на кого. Каримов любил поговорить о развитии экономики. По национальному телевидению часто показывали новые предприятия, новые рабочие поселки. Он гордился тем, что при нем население страны выросло на треть. Но есть и обратная сторона. Сейчас в Узбекистане 60% населения в возрасте до 25 лет. Молодежи нужна работа. А зарплата в стране в 5-6 раз ниже, чем в России. Процветает черный валютный рынок. Миллионы граждан едут на заработки за границу. И прежде всего в Россию. Экономисты говорят, Каримов ушел от плановой экономики, но так и не дошел до рыночной. Как бывший рабоник Госплана СССР, он очень, он сочетал такую советскую управляемую систему с определенными элементами частной собственности, понимаете, да? Вот это и есть особый путь. Начало осени должно было стать временем личного триумфа Каримова. Узбекистан праздновал 25-ю годовщину независимости. И все при нем. Все ждали, что юрт Баши, как обычно, возглавит торжества, а на стадионе пустится в пляс. Была у него такая особенность? Он и два месяца назад не смог усидеть в кресле на концерте. Но за три дня до торжеств стало известно, что Каримов болен. О здоровье президента объявляли по государственному телевидению. Ему становилось то лучше, то хуже. Через два дня после национального праздника страна погрузилась в национальный траур. С огромной скорбью в сердце сообщаем вам о кончении нашего дорогого президента Ислама Абдуганиевича Каримова. На сайте правительства Узбекистана опубликовано официальное заключение врачебной комиссии. Вызов поступил утром 27 августа. Диагноз инсульт, состояние тяжелое, кома. Собрали ведущих специалистов России, Германии, Монако, Финляндии. Определили тактику лечения, но не помогло. Начали отказывать органы и так и не выйдя из комы. 2 сентября в 20.55 диагностировали биологическую смерть Ислама Каримова. При этом ряд экспертов и политиков в Узбекистане, прежде всего и оппозиционных, уверяют, Каримов умер еще в начале недели. Мы были абсолютно уверены в том, что именно в этот день и в этот час у него произошел инсульт. И мы сейчас абсолютно уверены в том, что он отдал Богу душу в понедельник 29 августа. О его смерти могли не сообщать, чтобы не омрачать торжества в честь Дня независимости, а также, чтобы успеть подготовиться к пышным похоронам. Источников 10 нам подтвердили о том, что он болен и о том, что он умер. Примеры подобного замалчивания были. Один из последних случаев с Брежневым. Леонид Ильич скончался 10 ноября, в стране объявили 11-го. По аналогии с советским периодом политологи начали строить предположение, кто может стать преемником Каримова. Обратили внимание, похоронную комиссию в Узбекистане возглавил премьер-министр страны Шавкат Мерзиёев. Преемник официально назван не был. Возможно, он был назван как-то тайно, и мы об этом не знаем. Но по всем картам, которые сегодня легли, мы знаем, что существует группа людей, и из них самый влиятельный, с самыми большими полномочиями власти человек, это премьер-министр. Шавкат Мерзиёев считался правой рукой Ислама Каримова. 13 лет возглавлял правительство. Эксперты практически не сомневаются, что на неочередных выборах, а они состоятся в течение трех месяцев, именно он станет новым юртбашей. И, возможно, начнет реформы. Вопрос, это будет оттепель или заморозки. Поэтому там будет какая-то зачистка, кого-то уберут, кого-то снимут с должностей, возможно, кого-то посадят. Хотя, например, Ислам Борисович Каримов даже своих оппонентов, кто ему не нравился, и бывших министров и так далее, никого не сажал. Он дал возможность выехать из страны, или, если он остался в стране, просто не заниматься политикой и всё. Политологи полагают, что новый лидер Узбекистана, скорее всего, продолжит курс первого президента. А главная задача, которая перед ним стоит, та же, что была перед Каримовым, на заре его карьеры – не допустить распространения радикального ислама. Первый юртбашей с ней справился. Слушайте, Ислам Борисович Каримов – это один из выдающихся, я думаю, политических действий постсоветского пространства. Если в свое время он или Назарбаев оказались в аграре Советского Союза, СССР существовал бы. А жесточайшим путем он навел бы порядок, как это сделал в Узбекистане. Первого президента Узбекистана провожали в последний путь из нынешней столицы Ташкента в древнюю столицу Самарканд ранним утром в субботу. От резиденции до аэропорта по обеим сторонам дороги стояли тысячи горожан, что приехали проститься со своим президентом. Плакали искренне, ведь с ним ушла целая эпоха. Виталий Воронин, Константин Барткевич, Антон Вентлс, Игорь Ширнов, 5 канал. Завтра на Украину должна прибыть делегация ООН. Эксперты подкомитета по предотвращению пыток и других жестоких, бечеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания сделают вторую попытку узнать правду о секретных тюрьмах. В мае визит пришлось прервать, потому что СБУ их просто никуда не пустило. Хотя, согласно конвенции ООН, они имеют право без предупреждения посещать места лишения свободы, тюрьмы, полицейские участки и психиатрические клиники. Но глава СБУ Николай Грицак заявил, что он не обязан кого-то там к себе пускать, а его советник добавил, что вообще слухи о тайных тюрьмах, мол, просто выгодны Москве. Конечно, был скандал, что-то Порошенко, вероятно, объяснили, и вот вторая попытка. Но теперь все серьезнее. Набильный экспертов ООН усугубил доклад, который в середине лета опубликовали известные международные правозащитные организации Ernest International и Human Rights Watch. В этом докладе прямо заявлено, что СБУ применяет на востоке страны пытки и незаконно скрывает и удерживает людей. Там также указано, что среди пленных есть граждане России. И вот тут Москве действительно необходимо, чтобы расследование о тайных тюрьмах СБУ наконец официально началось. Список политзаключенных составлен, но и в нем еще немало незаполненных строк. Наталья Бандулина расскажет подробнее. После доклада правозащитных организаций скрывать правду украинским спецслужбам было уже невозможно. Им пришлось выпустить на свободу ни в чем не повинных людей. 13 человек, которые без суда и следствия провели в камере Харьковского СИЗО почти год, стали живым доказательством страшных преступлений украинской власти. Секретные тюрьмы существуют, и в них бесследно пропадают люди. Самое страшное, что тайная тюрьма это полная изоляция от общества, это отсутствие адвокатской помощи, отсутствие медицинской помощи. Но мы уже молчим о том, что любая форма произвола, избиения, пытки зафиксировать невозможно. Людей нет, людей в природе нет. Режим узаконенного терроризма на территории Украины восторжествовал два года назад. Именно тогда вышла директива объявлять диверсантом любого инакомыслящего. СБУ развязали руки. В отряды карателей вступали бывшие уголовники, которым раздавали милицейские погоны. Людей хватали прямо на улице, вламывались с обыском в квартиры. Иногда для того, чтобы попасть в секретный изолятор, хватало одного только анонимного доноса. Проректора Славянского института Алексея Самойлова схватили только за то, что он поддерживал связь с российскими коллегами. У него предположительно не видят левый глаз, контузию которого подтвердили. У него перелом верхней челюсти. У него полностью не слышат левое ухо, шея. От шеи до... Это сплошной опухоль. Я хочу, чтобы харьковчане и вообще люди знали, что происходит в нашем городе. В докладе правозащитных организаций говорится о пяти секретных тюрьмах. На самом деле их гораздо больше в каждом областном центре Украины. Попасть туда с независимой проверкой невозможно. Дверь захлопнули даже перед представителями ООН. Они пытались пройти к заключенным в изоляторах Краматорска и Мариуполя. Украина продолжала настаивать. Людей там нет. У нас нет секретных тюрем СБУ. Я ответственно это заявляю. У нас есть отдел обеспечения досудебного следствия в городе Киев, который работает для центрального аппарата. У нас есть сектор обеспечения досудебного следствия в нескольких областях Украины, в областных центрах, в том числе в городе Харьков. Данные о пропавших без вести упрямо говорили об обратном. Спасенные из секретных застенков СБУ давали показания. Но два года их никто не хотел слушать. Мировая общественность смотрела широко закрытыми глазами на все, что происходит внутри Украины. Не вмешиваясь, а значит соглашаясь с этими порядками. Тем временем безнаказанность увеличивала аппетит и в итоге привела к потере осознания реальности. Заигрались. Покровители украинской власти будто ждали этого. Сам того не подозревая, Порошенко сел еще на один крючок. Я думаю, что этот доклад всего лишь намек киевской власти, что Европа этой власти не совсем довольна. И она обладает очень легкой возможностью перевести Порошенко из разряда таких приятных и достойных переговорщиков и партнеров европейцев в разряд нерукопожатных тиранов и диктаторов. Штаты, с другой стороны, могут гордиться. Украина оказалась хорошим учеником. По американскому примеру, в кратчайшие сроки построила свою Гуантанамо. По данным независимых экспертов, жертвами политических репрессий стали не десятки, сотни человек. Председатель Комитета спасения Украины направил открытое письмо президенту Порошенко с требованием немедленно начать расследование преступлений, совершенных сотрудниками под ведомственной ему СБУ. Разберись хотя бы по этим 133-му фамилии. Разберись. Скажи публично выступе, что это неправда, например, да? Что эти люди живут и здравствуют, что они каждый день ходят на работу, окупаются там в Черном море. Вот скажи об этом прямо. А мы даем недостоверную информацию. А если это не так, тогда разберись, почему в стране могут происходить вот такие бессудные, беззаконные действия. Такого не может быть, чтобы о всех этих фактах не знала, например, госпожа Меркель, канцлер ФРГ, да? Не знал президент Талант. Возникает вопрос, а почему же нет реакции? Ладно, он не верит, предположим, там нам, да? Считает нас необъективными. Но тебе ничего не мешает расследовать. Так или иначе, впервые за два года о страшных преступлениях, которые совершаются в тюремных застенках из БУ, заговорили на весь мир. Соломинка, за которую можно ухватиться тем, кто безнадежно ищет своих родных и близких, пропавших без вести. Правда, пока ни по одному из выявленных случаев незаконного задержания не заведено ни одного уголовного дела. Украина будто сознательно вышла из правового поля. Только вернуться туда придется. Собрана огромная доказательная база почти на каждого, кто участвовал в так называемых зачистках неугодных. В ООН готов подробный отчет о совершенных преступлениях СБУ. Да и сам доклад правозащитных организаций может стать поводом для разбирательства в международном суде. Наталья Бандурина, Анна Мазанова, Владимир Тихонов, Пятый канал. Но генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, похоже, прибытием экспертов ООН вообще не озабочен. Он готовит свои громкие процессы. Так, Луценко заявил, что в среду, 7 сентября, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны, он доложит о перспективах привлечения к ответственности российских военных за совершенные преступления на территорию Украины. Не о привлечении, а о перспективах привлечения. Что собрано уже 8 сотен томов, почти половина из них под грифом «совершенно секретно», 100 тысяч улик. Ну, а на скамье подсудимых Луценко уже видит помощника президента России, одного из полпредов, министра обороны Сергея Шойгу, ну, еще из десятых генералов из числа высшего командного состава. Ну, просто вот скамьи не хватит для всех мечт, пана Луценко. А у Петра Алексеевича дела плохи. Во-первых, его не позвали на саммит в Китае. Он уже и Климкина засылал, и переговорщиков разных. Ну, не позвали. Даже идея провести там встречу в нормандском формате не прошла. Ну, просто никто не захотел с ним говорить. А во-вторых, доверие народа к президенту ушло в глубокое пике. Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные об электоральных настроениях на Украине. И вот лишь несколько фактов. Так, если бы выборы президента были на следующей неделе, то их лидером стала бы Юлия Тимошенко. А Петр Порошенко имел бы шансы занять лишь третье место. Однако дела у президента Украины намного хуже, чем это третье место в геополитической борьбе за кресло. За минувший год его рейтинг не просто упал вдвое, он и продолжает снижаться. Так, в мае прошлого года он имел поддержку 55% жителей страны. Год назад, в августе 2015 года, уже 24%. А сейчас едва набирает 11%. А в рейтинге народного доверия нынешний президент и вовсе опустился на девятое место, пропустив вперед Тимошенко, Савченко, Лешко, Саакашвили и даже Тегнебока. 23% опрошенных сказали, что ему не очень доверяют, а 58%, что совсем не доверяют. Если сложить, получается, что 81% жителей Украины не доверяют сегодня своему избранному президенту. И вот на фоне такой падающей популярности Порошенко, похоже, как-то окончательно махнул рукой на всякий там имидж. Его длинная и путанная речь в Мариуполе вызвала сначала ропот в зале, а потом немало негативных комментариев в интернете. Ну, во-первых, из-за полного отсутствия смысла, а во-вторых, явно нетрезвого вида докладчика. В таком виде президент Украины не первый раз появляется на людях. Ну, конечно, не гоже так про президентов, но как-то, к слову, вспоминается анекдот. Вы запоями страдаете? Ну, что вы, доктор, я ими наслаждаюсь. Приходите, слушайте, вы уже заявый раз захочете зайти сюда, навіть коли доведка не потрібно, для того, чтобы потеснете руку, поспілкуватися с этими фантастичными хлопциками и девчанками. С этими, а не с этими. Ну, а сейчас делаем короткую паузу, и вот, что вы увидите далее в нашей программе. Без доказательств и без состраданий. Как международные чиновники одним махом отстранили от игр всю паралимпийскую сборную России? Что говорят они на закрытых заседаниях? И о чем на самом деле доклад Макларена? Все детали скандального документа и подробности одного дня, проведенного с сегодняшними и будущими паралимпийцами. Больше, чем просто купальник. Можно скрыть лицо и напасть на беззащитных людей. Что и кто скрывается под Буркини, а также запретом на них. 1991-й гибель империи. Кто арестовывал, допрашивал и судил Пучистов? Какие обвинения предъявили фигурантам уголовного дела ГКЧП? Зачем Пуга, Хромеев и Кручина свели счеты с жизнью? Как искали золото партии и делили собственность КПСС? Почему те, кто хотел сохранить империю, только ускорили ее распад? Вместе со свидетелями и участниками тех событий мы продолжаем документальный исторический цикл о гибели Советского Союза. Через два дня в среду в Олимпийском Рио торжественно откроют 15-летние паралимпийские игры. Но наших спортсменов там не будет. Ну, недостойны. Президент Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крэйвен, наслушник в суде, так и заявил, что целью отстранения российских паралимпийцев от игр в Рио было добиться, чтобы на паралимпиаде не поднялось ни одного российского флага. Ну что ж, у него это получилось. Но я напомню, что наша сборная, недопущенная к паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро, тоже из-за доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства. И если олимпийская сборная, хоть и с огромными потерями, но доехала до Рио, то наши паралимпийцы в полной мере познали на себе принцип коллективной ответственности. А действительно, а что с ними там разбираться? Кто они такие? Кто виноват? Кто нет? Сказали же, русских флагов в Рио быть не должно. Пока запрет действует и на зимние игры в Южной Корее в 2018 году. Но здесь все-таки точка не поставлена, еще есть время на суды. Вообще, то, что случилось этим летом, конечно, требует отдельного анализа и вывода. 56 медалей, из них 19 золотых. Причем есть медали в новых для нас видах спорта. Или тех, где давно медалей не было. Наши ребята, конечно, молодцы. Настоящие олимпийцы и по духу, и по стойкости. Ведь, что было накануне, никогда еще наша сборная не прижала на игры вот столь израненная, вымотанная, на нервах. Ведь уже чемоданы были сложные, билеты заказаны, снаряды упакованы, а решения все не было. Вообще, это была вот какая-то редкая олимпиада. Вот мутная, как вода в том олимпийском бассейне, скандалы, оскорбления, провокации, травмы, сломанные руки и ноги, вранье, бои до крови, свист, трибун. А еще была немецкая газета «Бильд», которая объявила нам бойкот и вообще не упоминала команду России. И наши 56 медалей, по версии «Бильдова», как-то так растворились в воздухе. О чем мы, конечно, страшно расстроились, прямо едва не заплакали. Но вообще вот для наших ребят это была проверка даже не спортивных достижений, а человеческой порядочности. И не только для наших спортсменов. Вот нашу Юлию Ефимову два серебра на этих играх освистали с трибун и не пожали руку на пьедестале. Какая позорная история для пловцов из США. Это тех, которые потом и напились, и дебош устроили, и пытались изобразить эсяжер. Или тот же Майкл Фелпс, победитель всего и вся. Что он сказал? Он сказал, что появление Ефимова его раздражает. Мол, вот такая несправедливость. Но может быть, вот несправедлива сама природа, причем по отношению к самому Фелпсу. Вот ведь оказывается, что можно быть легендой и чемпионом, и при этом таким гнилым человеком. Но у меня еще, знаете, много вопросов к сэру Филиппу Крэйвину, главе Международного полимпийского комитета. Ведь он сам инвалид, колясочник. Он должен знать, что такое дискриминация, что такое ограниченные возможности. Он должен помнить, как в 16 лет после травмы начинал жить заново. Так почему именно этот, вроде бы уважаемый человек со сломанным позвоночником, сейчас сломал хребет репутации всего паралимпийского движения? Но все-таки вернусь к нашим атлетам. Конечно, это разговоры жесткие, но давайте говорить прямо. Их хотели публично оскорбить и оскорбили. А ведь для них вся эта история вообще не про спорт, не про секунды и голы. Это про их жизнь, про желание жить. Ведь за каждым из них большая личная трагедия. Нередко такая, когда жить вообще не хочется. Их результаты в спорте – это победа над собой, над судьбой. Но оказывается, что равнодушных победить нельзя. Вот этих двуруких, двуногих, зрячих, таких как Фелпс, Макларен, Дикпаунд, Степанова, Родченко. Дмитрий Кулько продолжит тему. На их лицах нет слез. Их пытались лишить триумфа, но они уже победили. Владимир Даниленко – наш чемпион. Это была бы его первая Паралимпиада. Он привык, что люди смотрят на него то со страхом, то с жалостью. Но теперь все знают, что Володя родился не только с тяжелой болезнью, но и с большим талантом. Он – спортивная надежда России. А ведь еще три года назад, куда там держать медаль? Не было сил просто свести руки. Я каждый день потом ходил на тренировки и чувствовал, что у меня мышцы прибавляются, да? Ну, становится сильнее, крепче. И я могу себя продвигать в воде немного. Потом ощущал, что я могу вот полтинник проплыть по 50 метров. И потом 100 метров, потом 200. И так дошло так до сегодняшнего дня, что я могу полтора километра проплыть. Может быть, даже два. Спорт – это моя жизнь. Я плаваю, и когда плаваю, я ни о чем не думаю. Я только выполняю технику и нарабатываю. Не думает о коляске у бортика, не вспоминает издевки в детском доме. И не хочет верить, что в конце дорожки не будет света, наполнившего его жизнь с первых дней в бассейне. Мечты о Рио. Они рухнули для всей команды, как и вера хоть в какую-то справедливость в этом жестоком мире. Олимпийские игры возродились здесь же, Греции, больше века назад, как главный вызов всему человечеству. Ведь это не только проверка, кто быстрее, выше, сильнее, но и большой призыв к миру о мире. Все войны хотя бы раз в 4 года должны останавливаться. Ведь мерятся силами все люди планеты должны в спортивных состязаниях, а не в кровавых битвах. И это главная мудрость многих тысячелетий. Впервые в истории глобальное взаимопонимание превратилось в глобальное оружие. И удар пришелся на Россию. Удар уложили всего в один документ. Нашумевший доклад независимого эксперта Ричарда Макларена. Но может действительно он раскрывает тотальный заговор в российском спорте? В первой части доклада Макларен еще никого не разоблачает, а скорее оправдывается за все, что напишет дальше. Например, цитата, «Мы только поверхностно изучили данные» или «из зажатых сроков множество возможных доказательств остались непроверенными». Получается, главный обвинитель России и сам не уверен, аргументы это или фантазия. А дальше все напоминает голливудский блокбастер. К примеру, по версии Макларена, если сотрудники антидопинговой лаборатории в Сочи и в самом деле меняли пробы, то исключительно глухой ночью через отверстие в стене. А руководить ими мог только агент российских спецслужб, который зачем-то в своей стране как шпион переодевался в сантехника. Его никто не видел, но все в него верят. Прям как в НЛО. Предположения эксперта настолько теоретические и туманные, что такой логикой доказать можно что угодно. Если заменить аббревиатуру ФСБ на НЛО и перенестись, скажем, в США, то можно раскрыть хоть межпланетный допинговый скандал в американском спорте. Узнаем у Макларена, как инопланетяне вскрывали пробы. Ни один из служащих лаборатории не видел, как НЛО обеспечило открывание одноразовой тары. Однако комиссией доклада был проведен собственный эксперимент для определения возможности открытия тары без повреждения крышек. Данный эксперимент показал возможность удаления крышки без повреждения. То есть эксперты собрались, сломали банку и заключили, что так сделали русские. А может и инопланетяне. Кого хочешь, впиши. А как же шли поставки в промышленных масштабах инопланетной мочи без допинга? НЛО не установило факта обмена информацией между инопланетянином и его вышестоящим руководством в структуре НЛО. Но это неудивительно, учитывая, что НЛО является секретной службой. Не установили, не нашли, но виноваты, конечно, русские. Обвиняя Россию, Макларен изобрел универсальную формулу, по которой можно доказать вину хоть Санта-Клауса в убийстве Кеннеди. Торжество международной юриспруденции, где до сих пор держатся в секрете неизвестные улики. А на результаты точно таких же исследований других международных компаний так никто и не обратил внимания в суде. На пресс-конференции Макларена спрашивали, может ли он показать, как это делается. Потому что никто не знает, даже производитель этих баночек не знает, как это сделать. Как можно стекло разбить, а потом обратно собрать без вреда для него, чтобы это не было видно. Ну а теперь о паралимпийцах, о которых, кстати, в докладе и слова нет. Ни за что отстранили людей, для которых это не спорт высших достижений, для них спорт – высшие силы, дающие жизнь. Сам по себе смысл паралимпиады, он немножечко другой. Люди просто живут ради того, чтобы спортом заниматься. У нас-то допинг вообще, но у нас результаты не такие, чтобы жрать этот допинг, пардон за выражение. Ну, зачем? И как, просто как на них весь мир посмотрит после всего этого? Это им должно стыдно быть. Ну вот вон они все ребята тренируются. Мы не едем в Рио, продолжаются тренировки. У каждого свой энтузиазм, у каждого своя цель. Кто-то хочет, кто-то реально за секунды бьется. Кто-то там за маму, за папу. У меня мать царствия небесная всегда хотела, чтобы я плавал. Вот я, наверное, и плаваю до сих пор. Мама Павла Полтавцева не успела увидеть свою мечту – сына с золотой медалью на паралимпиаде в Лондоне. Все эти четыре года он обещал сам себе, что обязательно посвятит ей еще одну награду. Ведь только так он сможет ходить. Вот мне, как говорят, плавай, 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 говорит, и старайся, говорит, грузить. То есть, говорит, связки вокруг тебя и держат, чтобы она не вылетела, да. Говорит, где-то расслабишься, говорит, месяца на три, говорит, дашь отпуск к себе, говорит, а не расслабишься, у тебя нога вылетит, говорит. То есть, в принципе, походу, я обречен на спорт. Это сильнее, чем любой допинг. Победа над страхом, победа над болью или просто настоящая любовь. Ты мой допинг. Юлия Ефимова всегда скрывала полученную в детстве травму, а теперь не боится телекамер всего мира. Личный тренер и любимый муж научил ее быть свободной, полюбить себя и стать номером один в мире по парафехтованию. Я не стараюсь сделать подобие своей ноги. Я просто, ну да, вот он такой. То есть, в этом есть тоже своя какая-то прелесть, красота. После свадьбы они переехали в Омск и тренировались каждый день. Награда за наградой, подбираясь к золоту Паралимпиады. Новость об отстранении была шоком. И теперь уже Юля учит здорового супруга, как пережить несправедливость. Теряв ногу, это тоже, ты понимаешь, ну ты почему так? Ну это так несправедливо, ну и вот надо научиться с этим, вот понимать, что да, несправедливость бывает в жизни. Медаль мы можем купить, но я хотел увидеть, как она фехтует, как она выигрывает, как она радуется. И теперь для этого вновь нужны долгие 4 года. От этого перерыва становится страшно, если вспомнить Паралимпиаду 1984 года, на которую из-за бойкота не попала наша сборная. А тогда у нас было на человек 30, да, из них может быть 20 спортсменов. Но из этих спортсменов остались только два человека, которые поехали в 1988 году, в 1988 году в Сеул, два спортсмена. У нас все сломались, ребята, действительно сломались, потому что, во-первых, это только было начало, а второе, пережить как? Как тяжело будет пережить отстранение людям с ограниченными возможностями, президент Международного Паралимпийского комитета прекрасно знает. Он и сам в инвалидной коляске. А ведь незадолго до начала больших мировых конфликтов он рассыпался в комплиментах России. Скажу с удовольствием, игры в Сочи-2014 лучшие паралимпийские игры в истории. Которые показали всему миру то, что чудеса не знают границ. Цинизм Филиппа Крейвина тоже не знает границ. На зимние игры в Пхенчхане, на которые он так звал россиян два года назад, сегодня тоже отменены путевки для нашей паралимпийской сборной. Крейвин ни одну индивидуальную заявку даже не одобрил, не скрывая в суде презрение к России. Я лично слышал, как президент Международного Паралимпийского комитета сказал, что единственной целью этого запрета было добиться того, чтобы на паралимпийских играх Рио не поднялось ни одного российского флага. Для меня это не является законным обоснованием. Совершенно очевидно, что за всем этим стоит политика, и по всему видно, что эта политика направлена против России. Из всех попыток очернить репутацию Россия, это самое масштабное. Каждый житель планеты ровно в одно время включает телевизор. Вот какое глобальное оружие выкопали в песках Древней Греции. Один удар внешний, другой внутренний. Они же это не скрывают. И на обсуждение в арбитраже, как мне известно, защита со стороны МПК так и говорила, что вы обращаетесь к своему правительству, меняете правительство, изменяете политический строй для того, чтобы антидопинговое агентство могло полноценно функционировать. Подтасовки и откровенная ложь. Попытки дестабилизировать ситуацию в стране стали уже чем-то обыденным. Но и в этой грязной игре, казалось, есть хоть какие-то правила. Цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни. На тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. Я, вы знаете, думаю, что это даже, мне жаль даже тех, кто принимает подобные решения, поскольку они не могут не понимать, что это для них самих унизительно. Олимпийцы, хоть треть сборной и не пустили в Рио, все же выдержали натиск. Четвертое место под мировые окрики больше, чем победа. Но было видно, что даже на награждении в Кремле им тяжело поставить точку. Борьба еще идет. И это, на самом деле, ужасно и жестоко, то, что наших паралимпийцев не пустили. И, возможно, эту победу мы посвящаем им тоже, потому что, получается, мы боролись тоже из-за них. Мы их ценим, мы их уважаем и мы их поддерживаем всегда во всем. Наших спортсменов поддерживает весь мир. Паралимпийцы Латвии пишут видеообращения и призывают политиков вернуть российским коллегам лицензии на участие в играх. Паралимпиада и очень много спортивных видов от этого сейчас только потеряют. Потеряют сильных конкурентов, сильных спортсменов. И, может быть, даже у кого-то это золото не будет уже, ну, такая, ну, ценность. А в Канаде у штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства не смолкают протесты. Люди с фотографиями российских паралимпийцев призывают быть сильными и тех, кто только начал обретать смысл жизни в спорте. Ведь легко сломаться после трагедии, которая слепа в красоте. В попутку села с одноклассницей. Там какой-то водитель, милиционер, пьяный оказался. И он сразу говорит навстречу, и потом уже где-то там на земле очнулось в первый раз. Компрессионный перелом пятого шейного позвонка. У тебя была все какая-то, жизнь активная, и тут бац, это все обрубается. И как-то сознание, наверное, да, убивает, я думаю. Но она устояла. Лиза вновь часто улыбается и покоряет блеском своих глаз. Уже полгода, вначале нехотя, а теперь с удовольствием, на радость папе, занимается спортом. Он каждое утро поможет сесть в машину, расставить мишени и взять лук в руки, которые тяжело слушают Лизу. А потом будет с замиранием сердца следить за каждой выпущенной стрелой. У Лизы получается, и она готова со всем миром поделиться своей радостью. Их целью стала Паралимпиада в 2020-м. Но и она теперь тоже под вопросом. Лиза, я говорю, все решится, все решится, все будет хорошо. Я не верил в то, что таких людей вообще можно дать им пинка под зад и сказать, все, вы не поедете никуда. Мне иногда кажется, что если бы это был какой-то другой человек, наверное, меня бы, наверное, не было бы, я бы даже не справилась. Потому что там, где не верю я в себя, верит тот в меня. А мы верим, что из маленькой подмосковной комнаты стрела попадет в главную мишень. Чемоданы с олимпийской формой так и не будут распакованы. Места на играх уже раздают другим странам, участникам. Но некоторые спортсмены от них принципиально отказываются. Французы не поддержали, не забирали наши лицензии. Им большое уважение за это было. Потому что я вообще, для меня это было, знаете, как вот ты умер, и кто-то потащил твои кроссовки. Спортсмены все равно готовятся. Они будут выступать на специальных соревнованиях, о которых объявил президент. И награды будут такими же, как и на Паралимпиаде. Мечта не разрушенная. Их воля и характер сильнее тех, кто попытался их сломить. То, что так поступили, отобрали нашу мечту, то, что мы хотели добиться, выступить. Конечно, я очень сильно расстроен. И то, что я не могу сказать, что я злой, потому что так будет несправедливо тоже. Люди ведь все ошибки совершают. После всего, что они прошли, их не победить. Только тренер на секунду не выдержит эмоций. Да, расстроен. Но, вы знаете, очень быстро собрался, очень быстро взял себя в руки и готов рваться к Олимпиаде 2020 года. Поэтому все будет хорошо. Единственное, что мы должны знать о Паралимпиадах, умещается всего в два слова. Наши чемпионы. Дмитрий Кульков, Виктор Цкавребов, Михаил Бахтияров, Антон Вентлс, Александр Соркин и Антон Самсонов. Пятый канал. Москва. Это лето обнажило новые проблемы, причем для Франции обнажило в прямом смысле, да еще и по требованию полиции. Я напомню, на городском пляже Ниццы полиция заставила одну из женщин снять Буркини и заплатить штраф в порядка 40 евро. Зачем эта женщина стала раздеваться у всех на глазах? Это вопрос. Наверное, лучше было просто в этой конфликтной ситуации уйти. Но кадры этого, по сути, стриптизы вдруг взволновали всю Европу. Впрочем, к полиции вопросов нет. Она просто исполняла закон о запрете использования на общественных пляжах и бассейнах закрытых купальниках для мусульманок. Эта проблема довольно новая. Буркини вообще были придуманы всего несколько лет назад. Но именно это лето поставило их вне закона. Июльский теракт в Ницце, несколько очень серьезных столкновений местных жителей с арабами и африканцами привели к тому, что ряд муниципалитетов на Лазурном берегу вообще запретили ношение Буркини в общественных местах. И, кстати, ряд провинций Италии последовали их примеру. При этом мэр Кан откровенно признал, что сегодня в сознании французского обывателя Буркини это что-то вроде униформы. Это практически символ исламского экстремизма. И даже если это мнение ошибочно, ну, власти приняли закон просто, чтобы снизить градус конфликта. Но вмешался Париж, отменил этот запрет, и все получилось ровно наоборот. Но, вот интересно, имеет ли общество право на раздражение и на свои традиции? Ведь каждый турист, отправляясь, например, в Арабские Эмираты, знает, что там нельзя слишком оголяться, пить алкоголь, загорать топлист. Ну, просто потому что таковы правила. Или другой пример. Вы знаете, в Петербурге несколько лет назад шумно обсуждали и хотели законам запретить появляться в центре города летом в трусах, майках и пляжных тапках. Ну, просто потому что есть такие люди, которые путают город со своей дачей. Не запретили. Вот по мне так зря. Но ведь и без этого закона таких людей никогда не пустят, например, в Эрмитаж. Ни в трусах, ни в шубе. Просто не пустят. Так а что это? Насилие над личностью? Ну, ведь нет. Так где грань между дискриминацией и правилами хорошего тона, принятым и в данном городе или стране? Между уважением к чужим правилам и требованием уважать свои? И кто прав, кто требует раздеваться на людях или запрещает это? Ведь любое ограничение кого-то дискриминирует. Запрет продажи алкоголя после 10 часов вечера. Ну, конечно, явная дискриминация желающих выпить. Но вот интересно, почему сейчас политика и религия добрались аж до европейских пляжей? Конечно, этот разговор непростой. Голая правда в материале шефа Европейского бюро Пятого канала Виталия Чищухина. Уж где-где, а под этим палящим французским солнцем, казалось, места всем должно было хватить. Худым и толстым, красивым и не очень, молодым и старым, полностью одетым и совершенно голым. Лазурное побережье было на любой цвет, вкус и ориентацию. Никогда не становилось символом раздора. Но теперь здесь, что не пляж, то поле боя. Пятая республика отчаянно сражается за свою национальную идентичность. Вот самая популярная у французов анимация на этот счет. Бикини против буркини. Мужчины решают за женщин. Пришел на море, раздевайся, покажи, свой ты или чужой. Вообще-то я родилась в Египте и выросла среди людей, одетых по канонам ислама. Но я шокирована буркини и никабами во Франции. Здесь, на Лазурном берегу, не должно быть такого. Это, конечно, свободная страна. Но буркини на французском пляже – это уже перебор. А не хочешь по-хорошему – заставят. Сразу в 15 курортных городах, включая Каны и Ниццу, рискнули вести запрет на купание в одежде, полностью покрывающей тело правоверных. За неповиновение – штраф в 38 евро и прилюдно поруганная честь. С точно таким же позором с Лазурного берега была изгнана и эта девушка, совсем не чужая для Франции. Родилась в Ницце, но теперь этот город отказывается принимать ее такой, какая она есть в этом платке и особом купальнике. Я не стала мириться с этим запретом и пошла, как обычно, на пляж. Ко мне подошли полицейские, записали мою фамилию, выписали штраф в 38 евро и выгнали. Просто выставили меня с пляжа. Ничего я им платить не стала. Пришла на следующий день в том же костюме, специально заплыла подальше в море, чтобы меня не видели. Но нет, муниципальная полиция подплыла ко мне на катере и заставила выйти из воды. Все повторилось снова – штраф и прочь с пляжа. Но я не могу, не хочу и не буду показывать свое тело никому. Нашлись и адвокаты, защищающие эти законы шариата, в которых вдруг отыскалось место и свободе, и братству, и равенству. И в этом никто не видит никаких расхождений. Мусульмане живут во Франции, они французы. Они имеют право одеваться так, как хотят. Мы живем в демократической стране. Каждый человек во Франции свободен. И эта свобода, в том числе, заключается в том, что каждый имеет право одеваться так, как ему хочется. Пережившая в июле, в разгар пляжного сезона, самую страшную террористическую атаку, Ницца запретила Буркини на своем берегу с понятной всем и каждому формулировкой. В целях безопасности. Ассоциативный ряд у отдыхающих выстроился сам собой. Исламисты теракты Буркини. В одном ряду теперь, через запятую. Согласен с запретом полностью. Буркини и другая подобная одежда могут быть использованы террористами. Можно скрыть лицо, притвориться женщиной и напасть на беззащитных людей. Во Франции мусульманская диаспора достигла уже 10% населения. И эта внушительная часть общества начинает диктовать свои условия. В чем ходить, что есть, какие принимать законы. Они поддерживают друг друга по всей Европе. Не случайно первой страной, вступившейся за оскорбленных француженок, стала Великобритания. Я пришла, чтобы поддержать женщин, которых заставляют носить то, что им не хочется носить. Что их заставляют вести себя определенным образом. Я думаю, именно так выглядит настоящее угнетение. Вот и новый мэр Лондона. Первый мусульманин на этом посту, выходец из семьи пакистанских мигрантов, лично раскритиковал запреты во время своего визита в Париж. Женщины сами должны решать, что им носить. И никто не должен навязывать им свои правила. Другая сторона остается незамеченной. Всего несколько лет назад британская телеведущая Стэйси Дули, решившая рассказать о тотальной исламизации своей страны, подверглась похожему угнетению. Из-за нее тогда никто не вступился. Ты говоришь, чтобы британская полиция горела в аду? Конечно, за все, что она сделала. Но ведь настоящие мусульмане никого не хотят посылать в ад. Сначала посмотри на себя. Ты выглядишь голой в своем наряде. С каждой новой волной миграции европейцев призывают быть еще более толерантными. Но никто почему-то не взывает к терпимости тех, кто приезжает сюда. А они еще сильнее укореняются в этой благодатной почве. В то время как на их исторических родинах взрослеют новые мусульманские феминистки, в ярости срывающие из себя эту бесконечную одежду и существующие где-то между поркой, казнью и отчаянием. Мои мысли, мое тело, мой выбор. Называющие себя европейскими мусульманками, наоборот, умудряются еще заручиться поддержкой местных защитниц женских прав и свобод, которые, видимо, тоже слегка запутались, если устраивают на центральных площадях Европы буркини-пати, одобрительно кивая в сторону самых настоящих, с точки зрения действительной свободы женщины, купальных оков. Я очень огорчена тем, что женщинам приказывают, что им следует назевать на себя. Им предлагают обнажить себя и утверждают, что их привычная одежда больше ничего не значит. В этой французской истории, а точнее даже истерии, как никогда ощущается критический момент. Всего за несколько недель власти хотели было исправить то, что не делалось десятилетиями, и потерпели поражение. В Ницце все объявления с запретом купаться в одежде, а значит и в Буркини сорваны с городских стоек информации. Административный суд отменил решение мэрии вслед за Верховным Советом всей Франции. Я не считаю, что мы проиграли, нет. Мы все равно считаем, что Буркини не является пляжным костюмом. Это чисто воды провокационная одежда. Вот меня тут спрашивали американские журналисты, как, мол, вы можете запрещать Буркини? Куда же это годится? Где свобода? Я их тоже спросил, могут ли они в США загорать на пляже Топлес. Они ответили, конечно, нет, месье. Вот так вот. А во Франции можно. Это и есть разница культур. Нужно уважать культуру страны, в которой находишься. Если я с женой поеду в Саудовскую Аравию, разве она пойдет там на пляж в бикини? Нет. Потому что у нее там нет такого права. Если она захочет выйти на улицу, то должна сделать это, прикрыв лицо. Иначе не имеет права. Так что мы и дальше будем выходить с законодательной инициативой. Попытка спрятать этих красоток за высоким забором, где-то вот на таких окраинах Лазурного побережья, не вышла. Хотя даже их имамы не устают повторять. Грех это, в принципе, посещать публичные пляжи. Но и в таких скрытных местах все давно занято. Здесь царит другая европейская крайность, как этот неофициальный пляж для геев, загорающих исключительно на гешон. Но в борьбе за свои убеждения и нравы они хотя бы сами протаптывают себе тропинку в безлюдное место. Это их свобода вдали от цивилизации. А вот женщины в Буркине эту самую цивилизацию вполне уверенно завоевывают и меняют. Что начинает в самом деле бесить французов, не мусульман. Что касается меня, хотя нет-нет, я не могу об этом говорить. Это для российского телевидения. А, во Франции не покажут? Тогда пожалуйста. Понимаю, что у них религия, но нам, к примеру, в школе нельзя показывать свои крестики. Почему же тогда им можно? Они в своем платке могут в школу ходить. И вообще, как мужчина, я предпочел бы, чтобы все женщины вообще голыми купались. Ведь даже и главный символ Пятой Республики Марианна, который можно встретить на официальной символике, площадях, почтовых марках, монетах и, конечно, на полотнах в Лувре, практически всегда изображается топлес. Топлес, по крайней мере, пока. Традиции и обычаи других народов все равно берут верх. Так что новая инициатива мэрии все той же Ниццы должна, наконец, вдохновить эти 10% новых граждан. Поговаривают, что уже в октябре в этом курортном городе появится официальное место, где можно будет резать баранов. Виталий Чичухин, Андрей Стербах, Александр Лусеньков и Дмитрий Милянов. Европейское бюро Пятого канала из Франции. Ну а теперь давайте поговорим об одном регионе нашей страны, которому на этой неделе было приковано особое внимание. Это Дальний Восток. О том, что это огромный регион с огромными возможностями, на днях президент рассказывал в интервью известному американскому информационному агентству Bloomberg. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и, собственно, Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка. Но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если все это вместе взять, то это... Вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть, это газ, это, скажем, 90% запасов российского олова, 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы в этих водах. Ну, а еще Дальний Восток, это города, порты, дороги, заводы, университеты, даже новый российский космодром теперь тоже здесь. Я напомню, что еще три года назад развитие Дальнего Востока было названо приоритетным для страны в 21 веке. Много лет эта часть страны не имела должного внимания. И сейчас пришло время сделать качественный рывок, чтобы регион задышал по-настоящему. Но что для этого надо? Деньги, технологии, люди, идеи. Остров Русский стал на этой неделе центром вот такого мозгового штурма, как раз на тему, каким должно быть будущее Дальнего Востока и всего Азиатского региона. Восточноэкономический форум собрался здесь всего во второй раз, но интерес к нему уже велик, а уровень профессиональной дискуссии высок. На три дня сюда приехали бизнесмены, инвесторы, строители, банкиры, ученые из разных стран. А главными участниками форума стали президенты России и лидеры двух крупнейших экономик Тихоокеанского региона Японии и Кореи, которые, кстати, привезли с собой солидные делегации представителей деловых кругов своих стран. Любопытно, что вот Запад, вот тот самый, что два года назад ввел против нас санкции, которые нас пучает, наказывает и лишает голоса в парламенте, вот этот Запад к русскому развороту на Восток отнесся очень ревниво. Но те, к чьей дружбе и планам на будущее так ревнует нас сейчас Европа, ведь всегда были и остаются нашими соседями. Сегодня Китай, Япония и Корея – крупнейшие экономические партнеры России в этом регионе. И для развития восточной части нашей страны просто необходимо использовать возможности бурно растущей экономики Восточной Азии. Великий писатель Достоевский отметил, что для будущего России именно Азия станет важным фактором. В этом его проницательность о будущем Дальнего Востока. Хотя сейчас из-за прерванного узла КНДР огромные потенциалы Дальнего Востока не реализуются. В будущем, когда этот узел соединится, Дальний Восток станет мостом процветания и мира путем объединения Евразии с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Ну а что предлагает сегодня Россия? Она готова идти на встречу бизнесу и инвесторам. Это край больших возможностей и больших потребностей. Сфера деятельности огромна. Тему для вложения выбирает инвестор. Россия дает правила игры, ну и, конечно, преференции от налоговых и льгот до упрощенной системы получения ВИЗ. Именно так уже договорились о том, что в Якутии появится Евразийский алмазный центр. На Сахалине мясоперерабатывающий завод. Под Хабаровском накануне форума уже открыли производство строя материалов. Корея согласна включиться в разные проекты. От медицины и космических программ до инвестиций в добычу и обработку рыбы. Президент Республики также подтвердил, что ее страна готова к началу базовых переговоров о создании зоны свободной торговли в формате ЕС. А премьер Японии предложил долгосрочную программу сотрудничества с Россией и именно с Дальним Востоком. У него с Путиным был очень подробный разговор. Более часа вообще с глаза на глаз. И это несмотря на то, что впереди в декабре официальный визит Путина в Японию. Впрочем, Абе уже сейчас предлагает встречаться ежегодно. И буквально программные слова он сказал во время главной дискуссии форума. Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет. И вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет. Ну а бизнес с итогом экономического форума в Владивостоке стали десятки подписанных соглашений и сотни задуманных проектов. Но у них одна главная задача. Дальний Восток должен стать современным и комфортным для жизни и работы, привлекательным для молодежи и понятным для бизнеса. Судьба Дальнего Востока неотделима от судьбы России. Именно так считали и наши предки, которые осваивали Дальневосточные земли и принесли славу Отечеству. Мы начали новый исторический этап развития наших восточных территорий. Он рассчитан на десятилетия вперед. Задача, которая предстоит решить на Дальнем Востоке, беспрецедентна по своему масштабу и значению. Мы прекрасно осознаем свою громадную ответственность перед гражданами России и перед будущими поколениями страны. Я абсолютно убежден в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока. Благодарю вас за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Только ускорили ее распад. Вместе со свидетелями и участниками тех событий мы продолжаем документальный исторический цикл о гибели Советского Союза. Мы продолжаем рассказ о событиях 1991 года. Месяц за месяцем мы восстанавливаем подробности того года и пытаемся ответить на вопрос, почему именно он стал последним в жизни нашего Союза. Итак, спецпроект программы «Главное». «Гибель империи». История седьмая. Сентябрь. Начало осени 1991 года было тяжелым. Распад Союза предрешен. Недавние события изменили настроение в обществе. Заявление Государственного комитета по чрезвычайному положению от 19 августа и все, что случилось после него, окончательно раскололи власти страну. Я помню, как мы еще в первый день ГКЧП этого бунта шутили в редакции, где я тогда работала, это была популярной в Ленинграде, вполне уже демократическая газета, что по нам танки бить не будут, потому что этажом выше располагалась редакция главной партийной газеты города. В том, что танки войдут, никто не сомневался. Это сегодня мы знаем, что бунт под именем ГКЧП шел всего три дня и был подавлен. Но тогда, 19 августа, все было очень серьезно. Но каким был сентябрь после вкуса этой победы? Что происходило в стране всего через несколько дней после вот этой попытки реваншистской реконструкции? О чем думали или сожалели те, кто ожидал в матросской тишине допросов и долгого судебного процесса? Дмитрий Пищухин внимательно изучал документы, слушал записи допросов и беседовал с непосредственными участниками тех событий. Итак, мы продолжаем наше историческое расследование. Год 91. Жесткая сатира осени 91-го. В кабинеты идеологов Пучча громко постучали. Еще недавно такое оказалось немыслимым. На глазах у всей страны седовласые партийные старцы, растеряв былый лоск, давали громкие показания по делу о государственном перевороте. Я еще раз хочу повторить, что вот какого-то заговора специально кто-то разрабатывал, что-то не было. У нас оказалась редкая видеозапись первого допроса заговорщиков ГКЧП. Бывшие министры и союзные руководители выглядят явно растеряно. На вопросы следователей отвечают уклончиво, словно стараясь оправдаться за свои поспешные действия. Готов провалиться сквозь землю, чувствую себя бесконечным романом перед Михаилом Семеновичем, лично перед рейсом Аксидурой. Бесконечным романом перед партнером, перед партнером. Министра обороны СССР Дмитрия Язова задержали в числе первых, когда он прилетел из Крыма вместе с Горбачевым. Новость об аресте он воспринял достойно. Говорят, что даже отдал честь сотрудникам прокуратуры. На всех видеозаписях допроса он не снимает свой маршальский китель с орденскими планками. Следующим взяли председателя КГБ Владимира Крючкова. Он первый подробно рассказал детали переворота и цель визита к Горбачеву. Первое сказать, проинформировать. Второе, сказать, услышать его точку. Зарей сказать на это и предварительно. Возлагая друг на друга вину за попытку госприворота, заговорщики сходятся в одном. Горбачев с самого начала обо всем знал. Арестами Пучистов занимался тогдашний министр внутренних дел РСФСР Андрей Дунаев. Вот смотрите, вот мои солдаты охраняют Язова, Крючкова и Терзякова. Выскопоставленных обвиняемых сначала поместили в один из санаториев МВД в Подмосковье. Дунаев вспоминает, что советские реваншисты до последнего считали себя невиновными и пробовали договориться с новой властью. Утром Крючков, покойник вот, говорит мне, мне положено, если ты меня задержал, прогулка. Но ему надо было со мной поговорить. Я четыре автоматчика выставил там, квадрат сделал и вместе с ним гуляю. Он мне говорит, передай Борису Николаевичу, наш арест никому ничего не даст, только смуту в обществе. Массовые аресты продолжались до конца августа. Взят под стражу председатель Верховного Совета СССР Лукьянов. В своем кривлевском кабинете арестован вице-президент Янаев. Премьер-министра Валентина Павлова привезли в прокуратуру с дачи, где он находился после серьезного алкогольного отравления. Своё состояние объяснил тем, что накануне добавил в кофе виски. Рассказывал, что в пуче участия не принимал, поскольку в дни переворота был болен. Большинство из тех, кто присутствовал или даже оказался в членах комитета, они не понимали, о чем идет речь. Что вы, они вели себя, за исключением Вареников, как последние трусы. Конечно, я видел видеозаписи допросов и Янаева, и Язова. Я не мог поверить тому, что я видел. Что люди могут заниматься самобичеванием. В 91-м следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко под угрозу увольнения отказался расследовать августовские события. Было понятно, что дело пучистов будет политизировано. Всем фигурантам предъявили серьезное обвинение – измена Родине. Советский уголовный кодекс предусматривал за это смертельную казнь. Адвокаты оправдывали своих подзащитных тем, что они, напротив, выступали как раз за сохранение целостности Союза. А значит, об измене не может быть речи. Речь тогда – это о том, что чрезвычайное положение может быть только в связи с чрезвычайными обстоятельствами в области экономики. Чтобы не допустить голод, холод и развал в страны на части. В сентябре арестованных Язова, Крючкова и Тизякова перевели в матросскую тишину. По воспоминаниям сокамерников, пучисты заметно нервничали, плохо спали и тревожно оглядывались по сторонам. Конечно, их возмущали тюремные порядки и условия содержания. Скажем, многие были не готовы есть на обед гнилой рыбный суп. Но через несколько дней содержание арестантов улучшилось. В меню появился сахар, масло и даже мясо. Через несколько дней после пучи началась волна громких самоубийств. На правительственной даче застрелил жену, а затем сам свел счеты с жизнью глава МВД СССР Борис Пуга. Вскоре после этого повесился в своем рабочем кабинете бывший начальник генштаба маршал Сергей Охромеев. Но больше всего вопросов вызвало самоубийство управ делами ЦК КПСС Николая Кручины. Поздно вечером он приехал домой, ушел в свой кабинет, а затем выбросился из окна. Охранник дал показания. Вот, я читаю. В воскресенье, 25 августа, Кручина возвратился домой в 21.30. Обычно он человек приветливый, всегда здоровается. В этот же раз был какой-то чудной. Он вышел из машины, не поздоровался, ни на что не реагировал. Он поднялся к себе, чувствовал, что он чем-то расстроен. С утра вышел один человек, а возвратился совсем другой. Обозреватель газеты «Правда» Виктор Кожемяка много лет посвятил загадочному самоубийству Николая Кручины. В 91-м журналист был единственным, кому удалось изучить материалы следствия. Кручина заведовал всей партийной бухгалтерией и знал, где КПСС прячет так называемое «золото партии». Вывод напрашивался один. Чтобы чиновник не сполтнул чего лишнего, кто-то подтолкнул его к самоубийству. Догадки обозревателя «Правда» также подтверждают и опытные следователи. Нужна какая-то гарантия для того, чтобы то, что им известно, не было преданогласности. А это стареющие люди, которые знают очень много. Примитивная ликвидация человека, я не верю, потому что я много все-таки сотрудничал с коллективными службами, и я знаю, какими возможностями они располагают. Но, пожалуй, главное, хоть и политическое самоубийство, в сентябре 1991-го совершает президент СССР. Горбачев слагает с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС, прилагает Центральному комитету распуститься, а парторганизациям определиться. На деле это означало крах всей системы власти. КПСС, система управления, это хребет, это позвоночник у государства. Да, ее надо было ремонтировать, да, надо было начинать, прежде всего, начинать реформу с демократизации самой партии. В партии много умных, талантливых людей пробиться наверх невозможно. Политбюро не решало многие вопросы. Вызовы все обозначились. Реформы Дон Сиапина в Китае шли уже 10 лет. Европейский союз собирался воедино. А эти дели придумали, как растащить страну и ублажить свои личные амбиции. За считанные дни произошла фактическая смена строя. КПСС, правившись страной 74 года, больше нет. Еще через несколько недель ВЛКСМ объявил свою историческую миссию, исчерпанной и также самораспустился. Старые символы начинают заменять на новые. Напротив здания КГБ люди забираются на памятник Дзержинскому, пытаясь обрушить монумент голыми руками. Идет масштабный передел бывшей партийной собственности. Через весь центр Москвы проносят гигантское бело-сине-красное полотнище. Союзная власть продолжает пятиться, уже смутно представляя меру недоверия к себе и к своему курсу. Кажется, что хуже уже не будет. Но впереди страну ждут еще большие потрясения. Голод, война на Кавказе и окончательный распад. Империя умирает. Дмитрий Пищухин, Татьяна Бородина, Сергей Домнышев, Роман Джученко и Вадим Вагапов. Пятый канал. На сегодня все. Все главные события новой недели мы обсудим в следующее воскресенье, как всегда, в 6 часов вечера на пятом канале. Ну а сейчас, по традиции, воскресенье, вечерний эфир пятого продолжает кинопоказ. Вас ждут первые серии боевика «Спецназ по-русски-2» с Дмитрием Нагиевым, Владимиром Турчинским и Игорем Лифановым. Это кино про настоящих мужчин, его главные герои...